У вас был этот период, эти четыре месяца, и вот такой итог уже можно на рациональном уровне подвести, так кратко и ёмко, буквально за полминуты, за одну минуту, что самое важное? Включено уже, да? Ну, наверное, тогда я и начну. Да, давай. Для меня две вещи были, одни из самых ключевых. Первая – это метафора перетрансформации, того, что нужно устанавливать связи. Нужно, особенно если что-то тебе не нравится, или ещё как-то посмотреть на это, пообщаться с этим. Возможно, в этом что-то есть интересное, и как-то включить это в команду, ну, повзаимодействовать с этим. То есть это поменяло вообще парадигму моего и мышления, и тех поступков, которые я в жизни делал, потому что я всегда, если мне что-то не нравится, я это отдалял, я с ним воевал, побеждал. То есть это совершенно в корне поменяло подход мой на разные контексты. Это первое. А второе позволило стабилизироваться. Ну, вот если в метафоре приводить, плывёт корабль. Есть задачи, есть препятствия. А ещё на этом корабле на самом как бы бунт происходит. И как бы всё это шатается непонятно. Но, тем не менее, корабль плыл, всё было хорошо, он следовал за одном курсом. Но это не очень приятно, как бы было, когда внутри бунт идёт, и тебя мотает постоянно. А вот здесь получилось так, что этот корабль сейчас стабилизировался. Есть чёткий заданный курс, есть примерные промежуточные вектора, куда что идти. И вот сейчас, наверное, тот момент, когда надо это, подключить оставшиеся моторы, чтобы корабль пошёл. Ну, а что, раз он стабилизировался, всё проверено, всё работает, пора, ну, как бы, ускоряться. Причём, ускоряться, замедляясь. Потому что, чем медленнее, тем быстрее. Вот, как-то так, две такие ключевые вот для меня. Ну, и третье для меня, такой очень важный момент лично для меня. Я, на самом деле, не очень люблю сертификаты, я их терпеть могу. У меня мама любит их собирать, фаршки. Я выкидываю их все. Для меня сертификат, это просто бумажка себе. Вот этот сертификат для меня очень ценен, потому что тут есть вот этот значок. У меня определённые свои ассоциации, определённое, ну, как бы, своё отношение к этому символу. Поэтому для меня это так... То есть, это тот сертификат, который я сам оставлю. Не мама, но я оставлю. После того, то есть, когда я выкину его, мама обычно подбирает их и складирует. Там где-то целая пачка есть, чего там только нет. Грамма сертификатов. И это вот будет второй в моей жизни сертификат, который я сам, ну, как бы, беру, сам его оставлю. И, как бы, он будет со мной. Вот, как-то так, если подвести в краткий итог. Спасибо. 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 Могу сказать, для меня впечатляющей была самым первым модулем идея Ньютона Эриксона о том, что все им да. И она очень для меня была значимой, потому что она мне близка, органично. И я уже говорила о том, что это такая ратификация моего образа мышления, да, что если Ньютон Эриксон так думал, то, значит, ну, как бы, есть смысл так думать, да. Есть в этом для меня, как для мудреца архиептического. И я такую, ну, поддержку мудрости получила, да, от человека, который очень много сделал, ну, очень большой вклад в мир принес. Второе впечатляющее было для меня, большое впечатление произвел генеративный коучинг. То, как Таша его доносила, то есть он прям для меня, я понимаю, что там, ну, такая вот чаша, в которой мне хочется еще напитываться, потому что я там очень большой потенциал чувствую того, чему я могу там научиться еще. И если брать метафору себя, что произошло со мной на этом курсе, вот я как-то уже представляла себе в терапевтической своей практике, я с этим работала, что я как будто, ну, вот, знаете, такой фонтан, источник, который вода берчет, и человек может подойти напиться, да, и вот вода такая же, да, а еще как будто вот на Эриксонском гипнозе на этом курсе как будто фонарики. Вот, знаете, вот этот фонтан стал цветным, помимо того, что, ну, он питательный, да, вода как питание базовое, оно еще стало вот игривым, больше игривости. Вот, наверное, тот запрос мой на кураж, который внутренний у меня был, вот, он, наверное, здесь действительно окрасился какой-то вот внутренней игрой, переливами каким-то. Прям интересный процесс, который я буду еще наблюдать, распаковывать и смотреть, чтобы происходить. Очень интересно, спасибо. Спасибо. Для меня это очень мощный курс, и я стала более спокойной, более уверенной, и очень сильное воздействие, наверное, так можно сказать, где даже я опустила слезу, и потом долго в себе это переживало, это чувство, ощущение, когда была у нас практика с глубинной сущностью. И я увидела эту сущность очень ярко и насыщенно так, что я поняла, что действительно то, что мы привыкли видеть, это всего лишь какой-то физический мир, это только часть существования. И на самом деле есть что-то настолько большее, что мы не всегда осознаем, и это дало понимание, что можно справиться с любой проблемой, с любым переживанием, с любым кризисом, с любым негативом, который происходит. И все эти ресурсы, они есть в самом человеке, и что-то вот это большее помогает. И подкрепило эту мою идею о том, что мы, с чего Наташа начала, не единственная во Вселенной. В Питере мы посетили планетарий, где рассказывали о достижениях космонавтики, очень интересные, и много открытий было сделано, как устроена Вселенная. И поразил тот факт, что очень много ученых работают над понятием и определением темной материи. То есть это некое, это никто не видел, но ученые доказали, что это существует, потому что фиксируют галактики, то, что не позволяет планетам разваливаться и оставаться в одном положении, в том числе и нашей Земле. Очень интересное было наблюдение, и я даже посмеялась над тем, что столько денег, вроде, казалось бы, в такую геройгу. Но все это отвечает на вопросы бытия, и, наверное, вот этот курс, он тоже для меня, это некий ответ, зачем человек живет, что не просто для того, чтобы есть, работать, спать для чего-то большего. Я благодарю примера очень замечательного, очень конкуренто, и мне просто так откликалось все, каждое слово и группу за то, что каждый человек привнес для меня что-то. От каждого я взяла что-то, что можно использовать в своей жизни. Спасибо. Это очень мощный курс, мне очень понравилось. Конечно же, тоже поддерживаю слова Оксаны, что спасибо тренеру, Наташа, что ты, мы все видели, что ты выкладывалась по полной программе, даже больше. Группа тоже замечательная, и вот я увидела, что, как все выросли вот на этом курсе, то есть, для меня это было удивительно, я не думала, что будет, как бы, такой вот прогресс. Ну, как бы мне казалось изначально, что это метод, который могут использовать только специалисты узкие, а тут была огромная работа у всех проведена именно с самим собой, и все могут еще помогать другие люди. Что я хотела бы сказать, во-первых, хотела бы всех поблагодарить, Таша, тебя, супервизоров, всех вас, да, хотела отдельно бы сказать Владимиру, потому что у меня сначала было такое, вот, вот, братки и дорогой, но режет меня вот эта вот твоя фраза, вот эта, давайте поиграем в жизни, вот она, вот, видимо, уже не в моей карте, и поэтому, как говорится, ну, в силу своего какого-то определенного опыта, вот каждый раз ты это скажешь, у меня такие чувства, у меня такие, потому что игроков в жизни я не очень, как бы, так, ну, скажем так, понимаю, потому что мне их иногда приходится вытаскивать из определенных состояний, видимо, из-за этого. Сейчас я абсолютно чувствую себя хорошо, мне очень приятно на тебя смотреть, честно признаюсь, вот, ей было приятно с тобой, когда у нас с тобой тоже были сессии, было приятно с тобой поработать. Антон вообще красавчик, вообще тут прелесть, у девушки это отдельная тема, а хотелось что сказать, мне тоже пришла сейчас метафора, вот такая, в том, что, ну, некогда же спрашивать, вот, у меня, ну, нафига тебе надо, что там делать эти, во-первых, не там аварийность круглого года, в которой я работаю, думаю, это, вот, и так, вроде, человек там знаешь, ну, как я сначала и говорила, что я пошла, как бы, обновить знания, все прочее, и я поняла, что я же пошла с установкой того, что, вот, все, что знаю, оставить вот там, и прийти, можно взять что-то новое, и научиться у мастера, когда ты забываешь, по сути, внутри себя, что и ты что-то знаешь. И только тогда вот это вот новое знание, оно приходит, ложится, и ложится очень хорошо, и действительно ложится очень спокойно, и позволяя и самой себе как-то расти, и развиваться, и позволяя работать дальше, потому что это интересно. Вот реально это интересно, вот реально было очень интересно работать в команде, работать с тобой, потому что это совершенно другой опыт, это совершенно другие навыки, это совершенно другая подача. Вот за это очень подарно. И вот это вот просто, как говорится, вот такой вот богатство, которое ценно, ценно, ценно. Ну а то, что мы сегодня там вот развернули, когда вот вот третий там веселый персонаж пришел, который я как бы себя допустила еще, он тоже был очень ценным. И, как говорится, с точной мудрость, что когда задался вопрос, а кто ищет, от кого, зависит обучение от мастера или от ученика. Обучение зависит от обоих, от каждого уровня на чаше весов. И только когда готов ученик, тогда будет мастер. И задача ученика опять принять того мастера. И поэтому я опять задаю вопрос, когда будем мучиться дальше? Потому что, поменяя этот процесс, я понимаю, что он бесконечный. Потому что нельзя, если мы встаем на месте, если мы не реализуем какие-то вот эти навыки, если мы их не воплощаем, то это, по сути, мертвые плоды. Это для того, чтобы из плодов, которые мы посадили, получились богатый урожай. Это нужно практиковать, это нужно применять, это нужно применять в своей деятельности, в профессии везде. И, конечно же, дальше накапливать, накапливать. то есть тренироваться, еще что-то делать. Так что ждомс. Я думал, что про меня все забудут. Не дождешься. Ну раз уж мне выпала такая честь что-то сказать, то я, разумеется, с вами поделюсь. И первое, что хочется сказать, это, ну, про обучение, что я сейчас как блоха прыгаю туда-сюда, везде учусь, что-то я пытаюсь брать, набраться тех знаний, которые мне сейчас нужны, будут полезны в будущем. И вот это вот такое место, это первое место, где я получил первые для себя такие космические знания, которые мне помогли и помогут еще в дальнейшем. Так, что-то еще, да? Не знаю, что-то еще. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не прошло. Не прошло. Строфим дальше. Если что-то еще хочется сказать, то скажу, если вы чувствуете завершенность, то тоже хорошо. Ну, я думаю, можно завершить. Завершенность незамечательно. Спасибо тебе большое. Я тогда, в свою очередь, хочу от всего сердца поблагодарить всю группу, потому что здесь вот этот результат, как каждый из вас уже говорил, это продукт нашего общего взаимодействия. Это продукт места. Этот результат зависит, конечно, от места этого поля, да, и того знака, как сказала Владимир. Каждый знак, он, как символ, раскрывается очень много идей, истории, традиций и опыта и знаний. И я благодарю всех тех специалистов и профессионалов, которые были в этом процессе, потому что, действительно, с одной стороны, оставить то, что ты знаешь, как сказала Оля, да, и позволить себе выполняться, это тоже очень важная функция, которую мы, на мой взгляд, должны сохранить всю жизнь. Оставлять там место, чтобы пришло что-то еще, да, и понимать, что еще, как сказал Антон, очень много-много-много нового всего еще. И все вместе мы здесь с самого начала, да, но вот Юля, как такой наблюдатель, с точки зрения наблюдателя процесса, да, какой прогресс. И для меня всегда это вот, то есть каждый раз я удивляюсь заново, что происходит, начиная от того первого момента, когда вот группа новая заходит сюда, и до того момента, как мы здесь сидим в кругу, и каждый осознает те итоги, которые он для себя получил. И особенно то, что он наблюдает у других тоже, это же, да, со стороны виднее, говорят люди. Вот, поэтому здесь я вижу очень большой прогресс. И вот этот прогресс, который я вижу в навыках, да, вот даже в концепциях взглядов мира, все, что мы делаем, это постоянно себя форматируем, и меняем, исследуем. И не просто какие-то навыки отрабатываем, а что мне еще очень более ценное, то, к чему вы прикоснулись и отмечали, да, то, что ты сказала, это то, как можно иметь связь с собой на очень высоком или глубоком уровне. Вы берете сами вот этот термин подходящий. И это, когда ты чувствуешь, что твоя жизнь чем-то таким крутым наполнена, и можно всегда к этому, даже если ты где-то потерял этот источник в житейской суете, то всегда можно и наполниться и вести корабль по этому курсу. Подсвечивая чем-то интересным, да. Для меня это очень большая честь и гордость привести вас к этому процессу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, теперь начать задача. Будем продолжать аплодисменты, но уже точечно. Спасибо.